МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Около 20 тысяч остались без крыши над головой. Руководство нашей страны приняло решение оказать помощь Афганистану в ликвидации последствий землетрясения. Оперативная группа МЧС Казахстана отправилась в Афганский Герат 10 октября. В ее состав вошли 37 сотрудников республиканского оперативно-спасательного отряда, в том числе 3 кинологических расчета и 5 врачей Центра медицины катастроф. Все спасатели имеют опыт работы в Турции, которая в феврале этого года также пострадала от сильнейшего землетрясения. Однако в Афганистане наши ребята столкнулись с совсем иной, намного более сложной ситуацией. Эпицентр Гератского землетрясения находился здесь, в 46 километрах от административного центра провинции, в населенном пункте под названием Наиброфи. В этом достаточно крупном кишлаке проживало около 4 тысяч человек. Сколько именно местных жителей погибло, неизвестно. Дома из саманного кирпича рассыпались буквально при первых же толчках, похоронив под собой людей. Наиболее пострадавшим от стихийного бедствия считается район Зиндаджан. Здесь полностью разрушены около 30 поселков. Без крова остались примерно 20 тысяч местных жителей. По данным ООН, более 90% всех погибших – женщины и дети. Это объясняется спецификой Афганистана. Женщины по традиции здесь почти все время находятся дома, занимаясь хозяйством и присматривая за детьми. Сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Магнитуда землетрясения составляла 6,3 балла. Этого хватило, чтобы вызвать тотальные разрушения. Когда работали в Турции, там конструкции бетонные, там больше шансов выжить. Здесь, ну скажем, что здесь очень маловероятно, кто там живой останется после того, как здесь в основном из глины дома, когда она все рушится, дышать там прям нечем. А если когда железобетонные конструкции какие-то, ну, кого-то, может, там не придавило, кого-то там просто зажало, и он находится там. Вот как в Турции было, там на 11-е сутки вытащили живую девушку. В Нейброфи казахстанские спасатели практически вручную провели разборы завалов 211 жилых домов. Спецтехника здесь оказалась просто бесполезной. Строения после удара стихии превратились в кучи плотно спрессованной глины. Для наших спасателей эта работа очень сложная. Почему? Потому что наши спасатели, республиканский оперативный спасательный отряд, буквально в начале этого года принимали участие в аварийно-спасательной работе в Турецкой республике. Там одна сложность, потому что там имеются в основном этажные дома, плиты, между плитами люди живым основались. А в этих ситуациях, сами прекрасно знаете, жить-то остаться людям больше суток невозможно, потому что грунт засыпает, кислород не поступает. Соответственно, люди умирают под этим завалами. Всего на месте, где когда-то был кишлак, обследовано 700 разрушенных строений. Работа тяжелая и крайне утомительная. В одном из полностью уничтоженных жилищ спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего мальчика примерно 5-6 лет. Наши спасатели также провели обследование полностью разрушенного кишлака Сиахан, расположенного в 10 километрах от Наиброфи. Здесь в основном у нас работа была такая уже, что просто подтверждали, что нет живых людей. Искали живых, показывали, что живых нет, и шли дальше. Первый раз вот с такими разрушениями сталкиваемся, вот именно с такими. Плюс животных погибших много. Три расчетки ноги разделили вот этот объект на секторы и прочесали. Есть там живые люди, собаки. Особо так ничего не показали. Прочесали, проверили, сказали, ничего нет здесь. Но, пожалуй, самой главной частью миссии казахстанских спасателей в Афганистане стало оказание помощи уцелевшим людям. К нашим медикам обратились около 80 жителей Наиброфи. Практически у всех диагностировали острую реакцию на стресс. Много травмированных, особенно среди детей. Климат в этой части Афганистана очень контрастный. Ночи холодные. Многие пострадавшие были простужены. Острое респираторное заболевание, состояние после острого перенесенного стресса. Различные травмы. Обращаются и женщины, и дети, мужчины, старики. В составе нашей бригады есть хирурги, два хирурга. Женщина-терапевт, женщина-фельдшер. С учетом специфики данного региона. Кроме наших спасателей, в зоне бедствия работали также их коллеги из Ирана, Турции и Туркменистана. Серьезную помощь пострадавшим оказали агентство ООН, иранское представительство Красного полумесяца и различные исламские фонды. Мы очень благодарны народу Казахстана и вашему президенту Касымжумарту Тукаеву за то, что не оставили нас, когда к нам пришла беда. Сейчас главное, чтобы те люди, которые уцелели после землетрясения, пережили зиму. Мы будем пытаться построить им хотя бы временное жилище. Поэтому любая помощь сейчас крайне необходима. Сейчас пострадавшая от стихии населения провинции Герат нуждается буквально во всем. Продукты питания, лекарства, палатки, одеяла. Это лишь часть из большого списка гуманитарных грузов, поступающих в многострадальный Афганистан. Казахстан стал одним из первых государств мира, которое активно поддержало своего южного соседа. Редактор субтитров А.Семкин